МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время деловых новостей на телеканале ОТС с последними событиями из мира экономики, финансов и бизнеса. Познакомлю вас я, Борис Киргенеков. Здравствуйте. На российский рынок выходит все меньше компаний. Как выяснили аналитики исследовательского центра Кнайт Фрэнк, по итогам первого полугодия свои торговые точки в стране открыли только 18 международных ритейлеров. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Эксперты отмечают, две трети новых компаний работают в высоком ценовом сегменте. Появление зарубежных дискаунтеров или магазинов с товарами по фиксированной цене – редкость. Эту нишу занимают местные операторы. Иностранные ритейлеры подпочитают открывать свои магазины в торговых центрах, где трафик посетителей выше, чем в отдельно стоящих точках продаж. Четверть руководителей промышленных предприятий нашего региона ждут улучшения экономической ситуации в стране. Опрос среди бизнесменов провели специалисты Новосибирск-Стата. Выяснилось, что полностью довольны финансовой обстановкой в области 7% респондентов. Год назад оптимистов было меньше в три раза. По мнению большинства предпринимателей, одна из главных проблем – недостаток собственных средств. Для 40% опрошенных основным препятствием для увеличения прибыли остается низкий спрос на товары со стороны населения. Кроме того, по мнению бизнесменов, им мешают изношенность и отсутствие оборудования, а также и сложность выхода на международные рынки сбыта. В Новосибирске стартовал пятый международный форум «Технопром». Тысяча участников, сотни инновационных компаний страны и десятки федеральных и зарубежных экспертов. На главном пленарном заседании обсудили преимущества программы редукциализации экономики Новосибирской области. Как пилотный проект помогает в развитии инвестиционного климата области, расскажет Иван Федотов, глава Ассоциации инновационных регионов России. Новосибирская область традиционно входит в пятерку наиболее сильных инноваторов Российской Федерации. На пятом месте по рейтингу инновационной активности регионов России. И там в методике расчета, естественно, оценивается и инвестиционная привлекательность. Ну а самое главное, что та связка вообще в сибирских регионах, в Новосибирске в большей степени работает связка, то, что называется «трипл хеликс», то есть тройная спираль бизнеса, науки и образования, то, что дает, собственно, ту самую необходимую инвестиционную составляющую для высокотехнологичных производств. Ну и главное, что программа реиндустриализации, которая в пилотном варианте реализуется в Новосибирской области, я надеюсь, что какие-то элементы ее будут масштабироваться дальше по всей стране, они дадут тот необходимый эффект по привлечению инвестиций, который, собственно, в Сочи поставил представитель правительства перед субъектами Российской Федерации. Потому что для глав субъектов одним из ключевых KPI – это привлечение инвестиций, в том числе и зарубежных инвестиций. Долги по зарплате в области выросли до 119 миллионов рублей. Об этом сообщили в Новосибирск «Стати». Как выяснили аналитики службы статистики, большую часть суммы задолжали работодатели из строительной отрасли. Вовремя не получили свои деньги около 3 тысяч сотрудников. В среднем на одного работника приходится почти 40 тысяч рублей долга. По данным статистиков, значительная часть всей суммы – 53 миллиона рублей – это жалования специалистов, которых уволили больше года назад. Основная часть долга приходится на следующей компании. Монтажно-строительное управление номер 78, СИП, трубопроводстрой, Леневский домостроительный комбинат и завод промышленных стальных конструкций. Когда своих денег не хватает. Жители Новосибирской области за 5 месяцев этого года оформили на 18% потребительских кредитов больше, чем в 2016-м. Информацию привыдят в Национальном бюро кредитных историй. По данным аналитиков, банки страны выдали свыше 5 миллионов 700 тысяч займов. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, финансовые организации стали лояльнее относиться к клиентам. Больше всего кредиторов кредитов оформили жители Краснодарского края. Свыше 225 тысяч – прирост на четверть к прошлому году. Следом, в рейтинге регионов идет Москва. В Новосибирской области банки выдали 131 тысячу потребительских кредитов. В Новосибирской области за последние недели снизился уровень безработицы. Сейчас он составляет 1% от экономически активного населения региона. Не могут найти новое место работы 14,5 тысяч человек. Год назад безработица была выше на 0,2%. Об этом сообщили в областном министерстве труда. Компании уволили по сокращению 3600 сотрудников. В этом году за содействием в поиске работы обратилось свыше 50 тысяч человек. Государственные центры занятости помогли трудоустроиться двум третьим из них. Предприятиям региона сейчас нужно больше новых сотрудников, чем в прошлом году. Они подали свыше 94 тысяч вакансий. В Центральном банке страны заявили, наличные деньги еще долго будут сохранять свое доминирующее значение. Цитата дня от Георгия Лунтовского, первого заместителя председателя финансового регулятора. Наличные деньги сейчас сохраняют свое доминирующее значение. Мы живем в век цифровых технологий. И сейчас, когда Россия немного отстала от развитых стран в этом направлении, идет активное развитие. Соотношение будет меняться в пользу безналичных платежей. Но век наличных денег – долг. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»